физкульт привет в эфире спортивная среда чем ближе июль тем больше атмосфера буквально пропитывается футболом в этом году текстильщик прорвался фнл как клуб воспользуется этим шансом сейчас накануне нового футбольного сезона главная интрига буквально на днях руководство текстильщика озвучила кадровые решения к радости болельщиков основной костяк команды остается контракты подписаны с полузащитниками александром щеницыным максимом сидоровым алексеем горюшкиным а также защитниками кириллом сараевым александром чибировым дмитрием шиловым и александром солодковым ведущий галкипер команды алексей смирнов вице-капитан денис фомин и бомбардир евгений попов также остались в составе красно-черных есть планы и по усилению команды уже подписан контракт с вратарем иваном зириковым мы в основном собираем лидеров ребят второй лиги это вот максим гайдуков один из лучших бомбардиров зоны запад у нас сейчас на просмотре находятся ребята из казанского рубина ну лимитчик 98 года один мухамедзянов он скорее всего появится в клубе есть достаточно опытные мальчишки но они еще не подписали контракт вот но все в таком рабочем порядке я думаю сейчас ближайшую неделю все должно разрешиться команда примерно пополнится на шесть семь человек новичков это либо будут ребята которые уже имели опыт выступления фнл либо лидеры своих зон во второй лиге это либо бомбардиры либо ребята имеющие хорошую статистику по системе гол плюс пас дата первого матча красно-черных в новом сезоне уже определена как и команда соперник 7 июля на стадионе академии имени черенкова в москве ивановский текстильщик встретиться с красноярским и енисеем в том сезоне выступал пример лиги соперник более чем серьезный команда фактически сохранила состав усилилась ребятами которые решали задачу в позапрошлом сезоне выход из фнл пример лигу ну матч будет такое для нас и проверочные очень серьезные сразу будет ясно на что мы способны в этом турнире поэтому готовимся так очень основательно новый турнир новый соперник новый стадион команде как никогда понадобится поддержка начала встречи в 16 00 только вместе только победа хотим болельщиков пригласить кто может приезжайте поддержать нас к сожалению пока наш стадион не прошел некоторые моменты по допуску до матчей фнл поэтому начнем в москве ничего этом страшного не вижу я думаю поддержка будет надеемся и а там уже дело за нами ивановские спортсмены сумели подняться на пьедестал азиатско-тихоокеанского международного турнира по кьюку шинкайкан карате и кома цушима команда пока не вернулась соревнований но нам удалось связаться с ее главным тренером наш вид спорта все-таки все равно восточный и представители азиатских стран очень хорошую дают конкуренцию на международном уровне и выступив в этих соревнованиях спортсмены могут более уверенно и подготовиться к соревнованиям и участвовать в них и побеждать в турнире наряду со спортсменами из 11 стран приняли участие двое ивановцев илья клинов и ольга скворцова по итогам турнира клинов илья занял первое место проведя упорные хорошие поединки с тремя спортсменами из китая и индии и мьянмы все бои провел досрочно и все выиграл на япон с чистой победой ольга скворцова заняла третье место а стала бронзовым призером мы знаем что она является действующей чемпионкой мира но травма не позволила ей пройти австралийку в полуфинале и в итоге третье место уже в конце недели призеры вернуться из японии домой и начнут подготовку к чемпионату мира по всестилевому каратэ который намечен на осень лучший подарок ко дню молодежи это спорт решили в городской администрации и запланировали на предстоящие выходные полноценную и разнообразную спортивную развлекательную программу фестиваль уводь фест на этот раз пройдет в самом центре города на берегу трех мостов между соковским банным и театральным всего в день молодежи будет организована работа 10 тематических зон на которых пройдут более 30 различных мероприятий это будут танцевальные мероприятия мастер-классы от хихопа до сальса то есть молодые люди да и не только все жители могут принять участие в этих мастер-класса здесь же на берегу будет конкурс караоке тот кто любит петь могут прийти и поучаствовать в этом конкурсе здесь же будет очень интересная локация это фестиваль короткометражных фильмов и молодежь и жители города на свежем воздухе на свежем воздухе посмотрят фильмы здесь же будут очень интересные мастер-классы для детишек но они начнутся с 12 дня поэтому мамочки с совсем юными нашими ивановцами смогут прийти построить городки поиграть в игры кроме того запланированы тренировки по фитнесу гиревому спорту и жиму и много других тематических зон как для профессиональных так и для начинающих спортсменов не упустите возможность попробовать свои силы на этой неделе это все о чем мы успели вам рассказать будьте в курсе будьте в спорте пока пока